4 ноября будет 29 лет, как вы на Хамп Нол обыграли Барселону. Забывается эта дата уже? Дату не забыть. Объясню почему. У нас была молодая команда, ребята, которые в 91-м, который костяк команды в Советском Союзе стал чемпионами, они разъехались, потому что жить было тяжело, и у кого какие-то предложения возникали чуть-чуть на больший кэш, там Израиль, Испания, они, ребята, уезжали, и обвинять их здесь не стоит. У нас был хороший тренинг Геннадий Иванович Костылев, который нас собрал, и 92-й год, молодая команда, плюс-минус там 3 ветерана было, Димка Харин, Серега Фокин, Серега Колотовкин, Олег Сергеев, Миша Колесников. Все, и у нас была молодая команда, и мы понимали, что надо начинать сначала, да, и не опозорить тех ребят, которые 91-й, 90-й год, которые, ну, там просто, да, это на всякий случай, Барселона вот в тот год была лучшей командой в мире, они выиграли суперконтинентальный этот кубок, да, они были лучшие в мире, и они когда приехали, мы увидели это Гвардиола, это Куманс, Тойчков, Бегерестайн, думаю, елки-палки этот... Субсорета. Субсорета, думаешь, е-мое, Лаудруб, и все, и думаешь, ну, как с ними, ну что? Белета парэш-точков, Чики, Бегерестайн, Патсо, Чики, 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 горы! Альгой да Чики! Нам Генович говорит, ну, ну, проиграем, ничего страшного не будет-то, они лучшие в мире, а выиграем сенсация, ну и что, в Лужниках 1-1, там 3-2, я помню только ноу-камп встал, весь ноу-камп, фанаты Барселоны, и нам аплодировали, мурашки по коже ему елки вот вот чем футбол иностранно отличается от нашего там болеют за свою команду и даже если противник хорошо играют они приветствуют за футбол они у нас немножко в россии по-другому очень много вот этого негатива мы боем против этой команды вот все они там мы вы болейте за свою команду вы болейте за футбол когда мы их обыграли они кстати нам три года делали там сборы барс это чая инициатива была кровь ну я не знаю чья это инициатива но мы три года ездили есть такой город под барселоны баланс до 50 километров они нам там делали сборы почему не знаю понравились моим наверно от болельщиков были какие-то подарки после база обязательно что но в основном болельщики подходили поздравляю барпарат ну что-то бутылку там по тем временам там бутылку вина тут подарит она в основном вот такие вещи что ну молодцы там но это тоже приятно да не нужны надо подарки нужно надо внимание болельщиков что и понимаем того что ты для них играешь и что они к тебе хорошо относятся больше ничего не нужно футболе но подарки поверь мы могли купить сами себе потому что мы были богаче чем чем болельщики ну конечно насколько эта победа важно для российского футбола то мы первая команда которая вышла финальную часть лиги чемпионов и мы говорим о той лиге чемпионов где были все чемпионы чемпионы то есть там было всего 8 команд там не часто раздутые лига чемпионов где там от одной стороны там могут четыре команды зайти да там там были именно чемпионы своих стран и мы в эту восьмерку попали по рейтингу мы стали шестыми в европе это нам было по 19-20 лет мы стали шестыми в европе по рейтингу и сейчас таких нету результатов вот это была историческая победа и вот такое достижение только из-за этого. Многие забывают, но вот кто играл, это не забывает. Поверьте, это незабываемые вещи. Вчера читал один материал, и там была такая сводная таблица. Чем же занимаются сейчас футболисты, которые играли в том матче? И вот ты смотришь на футболистов Барселоны, при всем уважениях в ЦСКА, сейчас вот эти вот футболисты, которые играли в Барселону, кто-то тренирует в Манчестер-Сити, кто-то спортивный директ. Они больше на слуху, их больше знают, их больше помнят, они больше в свете. А если посмотреть на футболистов ЦСКА того времени, а где они? Ну, значит, давай начнем с того, что все-таки вот это, ну, есть такое понятие в социум, да? И вот обидно становится то, что на Западе все-таки к своим спортсменам относятся намного лучше, да? Они на уровне черты бедности никто там не живет. То есть, если они играли, они везде устроены, они, ну, по крайней мере, о них заботятся люди, да? У нас, я могу много примеров произойти даже не с футбола. У меня знакомые ребята, я на филях родился, там, регбисты, чемпионы, там, всего-всего, да? Хоккей на траве, ребята, там, заслуженные мастера спорта. Вот приходят, что на филе они сидят, и, ну, они заслуженные мастера спорта, они выиграли там, ну, все. Они должны быть просто вот, ну, как икона, да? Они там, знаете, кем работают? То каток заливает, кто там в раздевалке подметает, то на шлагбауме сидит. Ну, такого не может быть. Но я не могу представить, что в Германии, в Испании вот так своим, ну, не бывает слова, легендам относились. Ну, откуда у меня Майбах? Мы играли за 100 рублей. Я говорю, извините, там, в ЦСКА, он говорит, а я болельщик Спартака. Все, готов. Ну, кто я такой, да, но обыкновенный, условно, человек, который, которого взяли на работу. Я у родителей не спрошел, почему так получилось, но мне нравится быть Александром Сергеевичем. И Гамула выходит и слышит, как я ору в раздевалке, он говорит, вот это уровень. Ну, дурачок, короче, прилично. Самый острый язык в российском футболе? Ну, дзюба, конечно. Дзюба? Ну, конечно. Но он иногда не думает, что говорит, но он говорит, иногда смешно. Ну, мне нравится его слышать. Иногда перегибает. Ну, а кто не перегибает, да? Ну, тот же дзюба, да, взять. Ну, его же слушает много, практически вся Россия его слушает, да, футбольная. И нефутбольная тоже. И нефутбольная тоже, да. И если он будет говорить банальные вещи, да, все хорошо, там, ничего не случилось, а когда люди видят, что что-то случилось, тогда людям неинтересно будет, но они же хотят знать, ну, примерно, что, ну, такая ситуация, она сложилась, надо говорить. А почему боятся говорить о какой-то проблеме? Я не зря у вас спросил про самый острый язык в российском футболе. У нас сейчас будет рубрика «Угадайте, кто сказал». Я вам называю несколько цитат, а вы должны угадать, кто же это сказал. «В Майбах хоть голым»? – Не знаю. – Ну, предположение. – Ну, точно не дзюба. – Василий Березуцкий. – Ах, вот так, да? Он был в Майбах, да, и у него, и у Леши. – Когда мы тренировали молодежную команду на базе, ну, значит, Майбах голый он, но он не голый туда садился, конечно, он нормальный, иногда даже в галстуке садился. – У вас был Майбах? – Ну, откуда у меня Майбах? Мы играли за 100 рублей, за 100 рублей. – В Советском Союзе мы играли, 150. – 150 тренера мы получали, да. – Да, поэтому, ну, какой Майбах? – Ну, кредит. – Ну, зачем мне в кредит влиять, что я идиот, что ли? Я куплю машину классом пониже и никому ничего не должен. – То есть ипотека, кредит «Ми» для Александра? – Никогда, вообще никогда в жизни я в эти авантюры никогда не залезаю. – Саня Сологин мне рассказывал историю, что у него был один раз диалог с сотрудником МАДИ, который ходит и фоткает, оплатил для человека парковку или нет, и он говорит, до меня не раз докопался парень, как раз их сотрудник в воде, это ж ты, Саня Сологин? Он говорит, да, это ж ты выигрывал кубок UEFA в 2005-м? Он говорит, да, слушай, я болельщик ССХ, дай мне свой номер машины, я тебя впишу, чтобы ты за парковку в городе не платил. – Прекрасные… – У вас такие были случаи истории? – Прекрасная история. Нет, ну, я могу рассказать, что когда мы играли, у меня было очень много знакомых, ну, не в полиции, а раньше милиция была, да, и, условно, по трассе, где я живу, Кутузовский, проспект Калининский, да, ну, там работали ребята, гаишники, да, которые были болельщиками ЦСКА, и мы там ездили, ну, мы не чудили, мы просто, ну, иногда бывает, не пристегнешься, тебя там раз, а узнают, ну, и все, ну, как бы, аккуратней, ну, штраф не берут. – А это не блат разве? – Ну, это, наверное, уважение, ну, а почему он должен какой-то штраф взять, если, ну, по большому счету ремень я ничего не нарушил, да, например, там, превышение скорости какой-то, да, если там узнавали, да, они брали деньги, если, например, а был случай, что я еду там, нарушил что-то, да, я говорю, извините, там, в ЦСКА, он говорит, а я болельщик Спартака, все, готов, и приходится отдавать. Ну, а что такого надо, если нарушил, если нарушил, отдаешь штраф, ну, раньше платили, это сейчас через Сбербанк плачешь. – Такие, как ты, у меня на перегонке бегают за пивом. – Блин, я вот такие вещи, я не читаю, мне как-то, я не могу ответить, честно говоря. – Это Дмитрий Селюк сказал. – Ну, товарищ мой. – Почему мы не парировали фразу Селюка, что Гришина на пушечный выстрел нельзя подпускать команду? – Ну, Селюк сказал, ну, что, ну, и сказал, проехали дальше. И мне мнение Селюка вообще неинтересно, это, я его даже не знаю, кто это такой, ну, параллельно вообще, два человека идут параллельно, что он сказал, ну, я тоже сказал, ну, я просто, наверное, выше этого, да, я про Селюка ничего не буду говорить, неплохого, ну, может быть, и хорошего не буду говорить, потому что я его не знаю, да. – Футболист – это профессия? – Ну, футболист сейчас – это профессия, раньше этой профессии не было. Когда мы играли в Советском Союзе, это называлось, мы приходили играть, это называлось хобби, да, тебе просто нравился футбол, просто какие-то люди более талантливые попадали в команду мастеров, вот и все, а потом это стало профессией, когда мы понимали, что уже за это платят деньги, а сейчас платят вообще миллионы, да, вот, поэтому сейчас это профессия. – Ваша первая футбольная зарплата? – Сколько и валют какая? – Я уже в восьмом классе играл, приглашался в юношескую сборную Советского Союза, и тогда талантливых ребят какие-то там делали послабление и платили зарплату, по-моему, 90 рублей. Я зарабатывал, потому что были такие ставки, три ставки на команду, нам давали 90, там 100 и 110, да, на школу. То есть я попадал вот в эти три человека в школе и получал, ну, потому что я самый маленький был, да, получал 90, а ребят, которые постарше, там поопытнее были, они получали по 100, по 110. – А, ничего себе, такое деление шло, три человека и вот от… – На школу, навсюда они на команду. – 90, да. – Да, во всей школе ЦСКА было только три ставки. И самых талантливых сажали на эту… ну, как бы помогали, потому что раньше как бы жили-то не очень так хорошо все, да. – А те двое кто? – По-моему, по-моему, Миша Колесников был, и если не спутать то ли Саши мостовой, то ли Миша Юрьевна, царство небес. – Мостовой карты числились в ЦСКА, потом получили там «Види к своей карьеру в Спартаке». для вас лично, для узкого круга футболистов – это почва для приколов? – Ну, нет. Ну, почему должно быть какой-то прикол? Ну, человек выбрал себе, ну, такую, знаете, дорогу, да. Если его пригласили, например, в клуб более там, который выигрывает медали, и через который можно было уехать, да, и мы же видели, что и мостовой и Карпин уехали сразу через «Спартак». А тогда «Спартак» – это была площадка, через которую можно уехать, и так на всякий случай меня тоже два раза приглашали в «Спартак» с условием того, что через «Спартак» можно уехать в Испанию там или в Италию. Ну, и все. Просто кто-то выбирает одну дорогу, я, например, два раза и Константину Ивановичу Бескову, и Олег Ивановичу, Романцеву мы разговаривали на базе в «Тарасске», и я, ну, деликатно отказал, да, и тренеры это тоже понимают, да. Ну, у кого-то одна карьера удала, у кого-то другая. Про предложение Бескова вы рассказывали, а про Романцева уточните какой год? Это был 1994 год, помните, был турнир на «Динамо» играл, игрался «Палмерос», «Динамо» московская и «Спартака». Я играл в этом турнире… Роберто Карлос? Да, я играл в этом турнире за «Спартак». Причем у меня очень многие болельщики, ну, смеются, они же видят, что я в майке «Спартака» был. Ну, там такая была ситуация, что уехали все ребята в сборную, там сборная играла, да, и вот этот турнир проводился. В «Спартаке» не хватало народу, да, и нас вот, ну, более таких, кто Олег Иванович хотел видеть, да, нас пригласили на этот турнир, и у меня, да, у меня майка и портрет дома в майке «Спартака» есть, и я этого не стесняюсь, да, потому что я провел хорошие турниры. А по поводу «Спартака» и «Майки», есть ли сейчас какой-то футболист, «Спартака» наденет майку «Спартака» и поиграет за этот клуб на каком-то любительском даже турнире. Я не думаю, что… Ничего страшного. Ничего страшного не пройдет. Вы так думаете? Ничего страшного не пройдет. Могут болельщики неприятно высказываться, но это надо пережить, но у каждого своя жизнь. Если тебя, например, не приглашают «ССК», почему ты не должен играть в «Спартаке»? Если тебя приглашают «Спартак» на хороший контракт условно, да, ну почему нет? Ну вот я тоже не переходил в «Спартак», да, но вот сейчас понимаешь уже с возрастом, что если в «ССК» нету дороги, да, то ты спокойно, если тебя в «Спартак» приглашают. Почему нет? Ну если там… Больше шумят болельщики. У них какие-то есть принципы там, что не должен кто-то играть в «Спартаке», если ты там воспитанник «ССК». Ну подождите, давайте тогда… Вот прямо сейчас пример, да. Ну Виктор Анопко, «Спартаковец», семь лет отработал в «ССК», ну и что? Что для вас «ССК»? Все. А точнее? Ну это вообще моя жизнь, это клуб, который дал мне вообще все. И квартиры, и машины, и хорошее состояние. А вы считаете себя богатым человеком? Нет. А в чем богатство ваше? Наверное, ну хорошее отношение друзей, хорошее отношение болельщиков ко мне. Причем и «Динамовских», и даже «Локомотивских». Я не очень долго проработал в «Локомотиве», у меня до сих пор болельщики «Локомотив» пишут хорошие такие посты. Ну, поддерживают. Типа «Сергеевич, ты красавчик». Да, рады вас были видеть, хороший человек. Это тоже, ну, я считаю, такое большое достижение, да, что люди тебя уважают. Потому что некоторые уходят, и им в спину наговорят столько, что мама дорогая. Кто для вас «Локомотив»? «Локомотив»? Ну, это клуб, в котором я работал. Не более. Вторым домом вы можете его назвать? Вряд. Второй дом – это мой первый дом, это мой дом. А второй дом – это «ЦСК». А третий «Динамо»? Третий «Динамо», конечно. А «Локомотив» – это иерархия домов. «Локомотив»? Ну, «Локомотив», конечно, это… Я в 2018 году туда пришел и в 2021 ушел. Это четыре года. 18, 19, 20, 21. Да, четыре года. Проведенные в очень хорошем клубе, с хорошими людьми, с тренерами, с руководителями, да. Мой большой товарищ – это Владимир Леоновичный, генеральный директор «Локомотива». Я ему желаю вообще успехов, чтобы у него все получилось. Ну, конечно. Мы играли вместе и дружили раньше, ездили отдыхать. Не сказать, что мы друзья, близкие, но товарищи – да. И поэтому я ему желаю только успехов, чтобы у него все получилось. «Локомотив». Что произошло тогда на эфире в «Матч ТВ»? Ничего не произошло. А что там? Я не знаю, что там было. А почему тема-то поднялась на «Матч ТВ»? Про Николича? Про Николич, вы про Леонченко сказали, вы ему желаете удачи. То есть у вас обиды на «Локомотив» нет? Я из-за этого не знаю. Нет, ни в коем случае. Я расстался хорошо с «Локомотивом». То есть я сейчас объясню свои мировещения. Смотрите, вот… Что произошло просто, да. Смотрите, вот есть Александр Гришин, его любят все. Отлично, это мне нравится. От журналистов до фанатов, не только в «ЦСК» и других клубах. Но при этом я слушаю ваше интервью. Вы хотите «ЦСК», можете пройтись по «Академии». Но при этом вот та ситуация, которая произошла у вас с «Локомотивом», когда был эфир посвящен Николичу, вы высказали свое мнение. Ну, то, что Николич хороший тренер? Да. Ну, это бесспорно. Ну, он «Локомотив» привел к Лиге Чемпионов. Он играл в Лиге Чемпионов достоин. Он играл… Это Николич, мы сейчас про Гришина. Да. Гришин вам скажет свое мнение. Да, всегда. После этого, как я… Всегда. Всегда. Респект вам за это. А почему я должен обманывать, если у меня есть свое мнение? Правильно же? Все правильно. Ну… Я подложу к чему. Но при этом на следующий день вы или уволились, или вас увольняют, тут я бы уточнил. Через неделю. Через неделю это произошло. Ну, там идет сокращение персонала в «Локомотиве», и, наверное, я попал под какой-то расклад. То есть вы думаете, что из-за этого? Ну, я не знаю, честно. А вы с «Рагником» пересекались когда-нибудь? С «Рагником»? Да. Ну, приходил на наши тренировки два раза, и все, походил, посмотрел и ушел. Ну, поздоровался я с ним. Такого бы общения более плотного, конкретного не было? Ну, начальник. Ну, что? Какое общение? Ну, общение по деловым вопросам. Ну, если бы, когда тебя руководитель зовет пообщаться, ты идешь. Если тебя руководитель не зовет, ну, ты же не можешь к нему напроситься, «Здрасте, я хочу с вами пообщаться». Ну, кто я такой, да? Но обыкновенный, условно, человек, которого взяли на работу в «Локомотиве», «ЦСКА», «Динамо», да, есть контракты, ты обыкновенный работник, который, ну, занимает какую-то должность, да, в клубе. Будь то, там, тренер или администратор, или еще кто-то, и все, но… Одно из последних ваших интервью, вы сказали, что в «Академии ЦСКА» желательно, да, чтобы тренировали те, кто сам поиграл в футбол. Да, это моя позиция, и я от нее никогда не откажусь. Вы когда свое мнение вот это вот высказывать по поводу «Академии», это в чей огород камень? А что я там высказывался? Ну, вот по поводу того, по поводу тренеров, что нужно тренера, которые играли. Ну, потому что многие воспринимаются это как хейт «Академии». Ну, ни в коем случае не хейт, это моя позиция, что игроки бывшие, да, и желательно ЦСКовские, это же все равно дух победителя, это дух ЦСКовский, да, мы все равно воспитывали, вот, сколько мы работали в «Академии», мы все равно на это обращали внимание, вы ЦСКовцы, мы тоже ЦСКовцы. Вот мы когда работали, да, Минько, там, Первый Ушин, те же Варламов, большинство людей шло именно на фамилию. О, они играли в ЦСК, там, блин, Минько тренирует, мы пойдем к нему, да, и если еще родители, там, болельщики ЦСКовские, туда шли всегда в ЦСК, то есть даже перебивать никого не надо. Последнее по теме ЦСКовской, вы говорили ваше слово, что не пойдете в ЦСК, пока там работает Бабаев. Вот я пытаюсь найти вот это вот зерно, в чем конфликт произошел? Да конфликта с Романом Юрьевичем у меня никогда не было и, наверное, и не будет. Но ситуация неприятная произошла из-за того, что придя на работу обратно в ЦСК, условно, да, он сказал, что мест нет, да, мест нет, и предложил работать в каком-то там непонятном проекте, да, я потом узнал, там, тренировать в спортивном зале в школе, и для меня это было неприемлемо, и, конечно, ну, любой человек не расстроится, обидится, да, какие у меня могут быть обиды на генерального директора ЦСК, условно, да, ну, кто я и где он, условно, ну, и вся, вся история. И я понимаю, что это тоже исходило не взятие меня в ЦСК, это не от него исходило. От кого? Ну, он генеральный директор, ему что говорят, то он и делает. Твой Геннер говорит. Не знаю. Александр, следующая игра называется «Илли-Илли». Два варианта, выбирайте один, а, может быть, свой третий даете. «Спартак» или «Зенит»? «Зенит». Почему? «Симак». «Веном» или «Карнеж»? Что это такое? Вы фильмы смотрите современные? Нет. Я смотрю только наши российские фильмы, типа «Афоня», типа «Ворошиловский стрелок». Мне нравится российский кинематограф, причем фильмы, которые со смыслом, они просто стреляют, там падают, убивают. «Дитер Болин» или «Томас Андерс»? «Дитер Болин». Почему? Ну, нравится мне больше. «Дольче Гавана» или «Зара»? Ну, я одеваюсь «Заре», поэтому «Зара». А, то есть вы не фанат. Там «Джорджи Армани», «Дольче Гавана», «Цумбу», «Тики», «Валентина». Нет, нет. Это не про меня. Чем проще, тем лучше. Проиграть один матч 0-5 или пять матчей по 0-1? Один матч 0-5. «Арбат» или «Тверская»? Ну, «Арбат», конечно. Почему «конечно»? Ну, потому что я родился в этом районе, и мы любим гулять по «Арбату». Там хороший ресторан. Там хороший новый «Арбат», где раньше были заведения хорошие, «Метелица», там и другие. Мы там, ну, можно сказать, отдыхали, в рестораны ходили. Поэтому «Арбат» – это мое детство. Авто или мотоцикл? Ну, авто, конечно. Но мотоцикля нет. Ни в коем случае. Я не люблю рисковать жизнью. У меня ни казино не было, ни в жизни ничего такого, ни автоматов. И рисковать своей жизнью, прокатившись на мотоцикле, мне не хочется. Но мне комфортнее в машине. В машине ты сел, включил музыку, тебе или тепло, или кондиционально включил. Жарко. Как ты хочешь, так и едешь, да. Поэтому сын у меня на мотоцикле гоняет. У него какой-то там спортивный супер. Я, когда он выезжает из гаража, у меня, пока он домой не приедет, ну, я не очень хорошо себя чувствую. Потому что на мотоцикл это очень опасно. А гоняет он… ну, дурачок, короче. Прилично. Тухель или Клоп? Клоп. Вы за Ливерпуль болеете? Я вообще болею за Клопа с тех пор, когда я его видел, когда Клоп начал тренировать еще в Германии. Майндс? Да. У него просто хороший, качественный футбол. Ну, который мне по душе, например. Я люблю, я все игры Ливерпуль смотрю. Все. Которые только можно. Которые показываю. Болеете за них. Я болею за Ливерпуль, да. Хотя мы раньше с Валерой Минько болели за Манчестер Юнайтед. За Алекса Фергюсона. Нам просто нравился, ну, он как человек, да. Потому что я и читал книги Фергюсона, и смотрел фильмы про него. И нам… ну, Валера до сих пор болеет за Манчестер Юнайтед. А я как-то переметнулся, потому что мне… Перябулся. Перябулся, может быть, да. Но мне ближе Клоп и по духу, да. Посмотрите, какие эмоции у него, когда голос забивает. Или какие-то там фишки он с болельщиками общается. Ну, это же круто. Тедеско или Шварц? Шварц. Ну, Шварц. Ну, потому что мне не нравилось поведение Тедеско, как он вел себя в технической зоне. Мне не нравится такой типаж, который прыгает. И больше всего, мне кажется, он прыгал… Это все про пиар какой-то непонятный. Шварц тоже немецкий тренер, но он ведет себя очень достойно. Выигрывает команду или проигрывает, он не позволяет себе не обидеть того тренера, да, не что-то такое сделал. Поэтому Шварц однозначно. Пушкин или Грибоедов? Оба? Александр Сергеевич? Ну, потому что вот я хотел сказать оба Александра Сергеевича и Александр Сергеевича. Поэтому… Ну, оба сильные личности, поэтому здесь я не могу выбрать ничего. Но если из Александра Сергеевича выбирать, тогда я, наверное, себя выберу. А вас вообще из кого назвали? Или так совпало чисто? Совпало. Наверное, я у родителей не спрошел, почему так получилось. Но мне нравится быть Александром Сергеевичем. Читал вчера одно из ваших интервью, и меня зацепило то, что у вас спросили, почему вы ко многим обращаетесь в уменьшительно-ласкательной форме. Вы сказали, что вы понимаете футболистов, ему нужно как с детьми, вы как родители, рассказывать и так далее. Вы мягкий человек? Я… Ну, нет, я не мягкий человек. Я, наверное, справедливый. И ни в коем случае не мягкий. Когда надо похвалить, я похвалю. Когда надо отругать, там, мама дорогая. Классная история была, мы играем с Ростовом, а там Игорь Васильевич Гомула, тренер, да. И он тоже любитель поорать там. И у нас две раздевалки рядом. И мне потом рассказывают, сидим, перерыв, а счет 0-0. Ни его не устраивает, ни меня. И играет вообще, знаете как это, игра равна, играли два говна и все. И не он не доволен, не я. Я тоже знаю, что Игорь Васильевич такой шумный, да. Он любит поорать, там у него прикола дофига. И стоят люди между раздевалками, такие наши знакомые. И говорит, Гомула выходит, поорал, там тоже что-то видно, летало все это. И Гомула выходит и слышит, как я ору в раздевалке. Он говорит, вот это уровень. И все, и там все сломались. То есть он орал, говорит, ну вот это я такого не слышал. А там тоже в одной раздевалке, в другой. И я так понимаю, что люди, которые между раздевалками стояли, там хохот такой был. Ну вот, а потом вышли второй тайм, да играли нормально. Выиграли? Ну... Игорь Васильевич обидится, если я сейчас скажу. Ну, конечно, выиграли. А что обидится, мы все равно погуглим, найдем. Он сейчас посмотрит этот эфир и скажет, мог бы не говорить, но выиграли ему пандонок. Я недавно делал интервью с Никитой Жигурдой. О, ну... Он мне рассказывал, показывал, объяснял, как нужно пацанов перед важными матчами заряжать энергией. Сейчас я вам покажу, смотрите. Вы обязаны победить. Они фашистами были. Вы родину предадите. Если вы сейчас, сынки мои, не выйдете и не умрете на поле. Да, да, да. Вы понимаете, вы предадите. Отцов, дедов ваших, вам все понятно, давайте, детки. Выходите и даете так. Вот у вас такое было? Такая подача была? Ну, подача-то там правильная, но не в таком формате. Да, подача правильная. Ребята, мы должны выйти, выиграть. Мы за Советский Союз, мы за Россию, мы за ЦСКА. Он связан с такими понятиями? Ну, конечно. А как настраивать? Как на войну, я имею в виду. Нет, нет. Ну, то, что там, нельзя. Нельзя, ну, во-первых, нельзя и соперника никогда обижать. Но настраивать свою команду надо, ребят. Ну, нам надо. Правда ли, что вы дядя Рената Сабитова? Да. Это мой родственник. Это получается по-матерински, наверное, да? По-матерински, да. Потому что, наверное, у него папа татарин, так я понимаю. Да, да. Расскажите про это родство. Какие вы родственники? Ну, мы... Ну, я двоюрод дяди его. Когда я играл, Рената еще маленький был. И я помню, его папа приходил, Боря, да? И Боря сюда приходил и говорит, Сань, блин, дай... Нет ничего, в Советском Союзе нету. Там щитки нужны. Я говорю, да на, снимаю. На, отдай ему щитки, я еще себе куплю, пойду. Там, или майку, там, костюм. А он маленький был вообще. Он там... По-моему, даже одну игру он нам мячи подавал. Там, дядя Саша, привет. Я говорю, привет. А раз, он там, майку... А вот, ну, ну и все. И потом раз, и он, смотрю, заиграл там, локомотив, Спартак, Сатурн. Елки-палки. И вот так. И молодец. И вот мы сейчас с ним пришли на матч-премьер. Я смотрю, он приходит. А он меня всегда дядя Саша зовет. Я говорю, ты смотри, в эфире меня дядя Саша не назови. А то будет вообще Comedy Club, а не это... И все. И поржали там, все эти режиссеры там сломались. Он говорит, это правда? Я говорю, ну да, это мой племянник. И он меня зовет дядя Саша. Я говорю, ну хватит. Ну, на самом деле, я там, ну, лет на двадцать, наверное, старше. А если вы не знаете, что вы на одном эфире, вы так редко общаетесь? Или у вас какое у вас общение? Нет, мы постоянно на связи. Ну, раз в неделю созвон там. Ну, и раза три в неделю, если что-то есть интересное, смс-ку там. Пошлешь, ну, у него семья, у меня семья. Ну, мы не так тесно совсем. А соберите свой золотой состав ЦСКА. Ну, однозначно, это Еремин в воротах. Это Марио Фернандо справа. Это Фокин, центральный защитник. Это Березутский. Какой? Нет, наверное, не Березутский, Игнашевич. Второй центральный защитник. Слева. Лево кто? Слева много вопросов, да. Вот таких вот. Давайте без левого защитника. А то есть вы в три играете? Давайте в три сыграем, да. Вот. Интересно. Татарчук. Корнеев в середине точно. Наверное, Вермлум еще в серединочке третьем, да. Нападающий однозначно Вагнер справа или Красич или Колесников. Слева однозначно Валер Брошин. Валера Брошин. Вот мой состав. А почему Марио Фернандо? Ну, потому что он хороший футболист. А почему не Караваев? Ну, потому что он в Зените. А бывало такое, что отцы приходили со своими детьми. Сергеич, мешок денег. Нет. Ну, да ладно. Никогда в жизни. Клянусь. По звонку. Сергеич, пацан близкий. Вообще никогда в жизни. Зная нас, Валера Минько, никогда в жизни даже и не пробовали набрать номер. Короткий опросник. Самый характерный футболист, которого тренировали. Самый характерный Караваев. Следующий клуб Головина. Только агент его знает. Следующий клуб Головина. Вот. Но то, что у Саши сейчас много травм пошло, меня это настораживает. Он практически два года. Давайте говорить так откровенно. Он же не основной игрок Монако, да. Он то выходит на замену, то его меняют. Когда выходит, он что-то делает. Ну, вот с точки зрения другого клуба. Мы берем другой клуб. Барселону, да. О, Головина. Так. Бам-бам-бам. Два сезона. 90 минут нет. Ну, смысл. На 30 минут футболиста брать, но мы за другим последим. Может быть, он куда-то перейдет здесь. Все очень сложно. А может быть, Монако останется. Может быть, сейчас вылетится от травмы, будет играть по 90 минут. И почему нет? А откуда травма пошли вы? Отвечательный вопрос. Ну, это такая вещь. Сложно на нее ответить. Потому что я могу сейчас набросать очень много. Тренировочный процесс неправильный. Генетически что-то произошло. Перегруз на тренировку. Какие-то психологические проблемы. Они тоже травм дают. То есть здесь набросать очень много. Только знает он и ближайшее окружение, которое его сейчас ведет. А если перегруз, то, например, получается, там ему дали больше упражнений в тренажерном зале. А здесь не додавали вы, получается, ваш тренировочный штаб или как? Или вы здесь сделали меньше финиш? Ну, если бы мы не додавали, он бы не даров до первой команды ЦСКА, и не до Монако, и не до сборной. Если бы мы что-то не додавали, значит, мы додавали. То, что там произошло, может быть, там травмы пошли, потому что, может, там, наоборот, много дают то, что не надо давать. Вот и все. У нас-то он без травм был. И у нас, и в ЦСКА в основном составе, и в сборной он играл хорошо. Его же потом в Монако взяли, и потом у него пошли травмы. Может быть, там тренировочный процесс. Может быть, дело в том, что очень много он игр играет в Монако и в сборной. Это же тоже идет перегруз. Вам никто не даст ответ на этот вопрос, почему у человека идут травмы. Ну, может быть, ресурс организму закончился. И вот как машина ломается, она ездит 100 тысяч километров, и все. И потом говорят, меняй, иначе сейчас ломаться начнет. Все, ресурс прошел. Он вам какой-нибудь подарок сделал из Монако? Ну да ладно. Нет. В знак благодарности. Нет. Вы бы не взяли? Даже просто если... Ну, если подарок, ну как его не... Ну, это же история про отношения. Я скажу, и Караваев практически. Ну, может быть, знают, что мы как бы не склонны вот так вот там подарки эти. Ну, поверьте, сколько мы ребят выпустили, но подарков нет. Ну, вам не обидно. Ну, мы раньше своим тренерам что-то давали, что-то собирали. Ну, так вот. Ну, знаете, как говорят, ну, быстро люди забывают. Вы думаете, а он вас забыл? Ну, я думаю, нет, не забыл, но есть у него другие более значимые люди в жизни, да. И ты, когда общаешься уже с другими людьми, ты понимаешь, ну, иногда он другой... Хотя я знаю вот футболиста вот прямо сейчас, да, ну, который просто вот подписал контракт, и своему товарищу прям... Он сидит, и у него раз эсэмэска, и он прям при мне и упал туда. Говорит, е-мое, вот он мне прислал. Говорит, а я его просто нашел и привез сюда. То есть я ничего не сделал. Вот человек подписывает контракт, прям бац, ну... Вот при мне прям... Миллион упал? Ну, ну, больше. На сберку? Ну, больше. И просто я этого человека зауважал так вот, пацана, ему 19-20 лет. Коману назовите? Не назову, потому что вы сразу его узнаете. РПЛ? Ну, конечно, Премьер Лига. Ну, это поступок, это поступок. Что произойдет быстрее? Российский клуб выиграет Лигу Чемпионов или сборная России выиграет Чемпионат Европы? Ну, Лигу Чемпионов мы не выиграем. Ну, давайте откровенно говорить, там футболисты вообще разного уровня, как Леонид Викторович Слуцкий говорил, это космос. Да, и на самом деле он прав. Это космос, мы Лигу Чемпионов. Не выиграем Чемпионат Европы. Ну, а почему нет? За что бы выгнали футболиста Александра Гришина? Я бы его никогда не выгнал в жизни. Из своей команды. Позитивный человек, который в раздевалке хорошо сидит. Ну, а за что выгонять Александра Гришина, когда он хорошо играет? И футболист хороший, и человек хороший. И человек хороший, да, конечно. Я бы его удержал до последнего. Еще бы самый хороший контракт дал в команде. Восьмой номер Гришин. Посмотрите. Молодец. Вот третий номер Грандиола. Пытался отдать мяч назад. Подставлена нога. Мяч отлетает к нашему футболисту. Тот, пользуясь ситуацией, набирает скорость. Идет вперед. И мощным ударом из уже из-под ноги посылает мяч точно в дальний угол ворот. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.